Ребята, всем привет! Привет, братишки! Ребята, а вы что подумали, что будет, если больше не будет выходить на канале, что ли? Ну, вы повнимательнее будьте, мы же во многих видео, да, Михалыч, говорили, что? Что будет, если остается на канале? Ребята, ну все, что будет, если мы сейчас идем к Ивану, мы уже здесь. Ребята, мы в лаборатории Ивани, здесь, по-моему, коптят рыбу, харюваться. Ваня, привет! Привет, привет. Ты куда харюваешь? Сейчас, секунду, я договорю. Хорошо. Ну, что сегодня снимать будем, Вань? Будем снимать, как с помощью картона отпилить дерево. Руку. А как правильно, картон или кордон? Гордон. Это, который Мамая играет в физруке. Так, ну что, Вань, здесь будем все это показывать? Сейчас, мне застану болгарку. Что достаешь? Болгарчик. Ну, я предлагаю переключиться на нормальную человеческую видеокамеру. Да. Рассказывай. Ну что? Зачем позвал? Зачем начал? Что такое болгарка, да? Инструмент для того, чтобы что-то отпилить. Которые изобрели в Болгарии. Тоже еще шутка, что вот этот вот круг, это диск. Это диск из альбома Филиппа Киркорова. Как смешно. Ты представляешь? Раньше жили из этой шутки. Ну и, как правило, эти диски делают из очень прочных материалов, которые гораздо прочнее, чем металл. Ну, это понятно, да, чтобы он сам не разрушился. Ну и тут возникает очень большое трение. Металл нагревается, плавится. А сейчас мы заменим этот диск диском из картона и посмотрим, что можно с помощью такого диска открутить. А еще, знаете, что ходят на стройки, есть такие поверья, что... На стройке ходят слухи? На стройке, нет, ну, легенды там, как про этого, про черного этого прапора в армии ходят. Так на стройке про этого, такого черного сантехника, которому это начал болгаркой... А что ты, почему, Михалыч, ты рассказываешь и не показываешь себя, ты когда начинаешь что-то рассказывать? Я желтухой заболел, поэтому не хочу себе показать. Ребята, всем привет. Вот, и, короче, черный сантехник, он однажды болгаркой пилил трубы какие-то непонятные, там, оцинковку или что. И, короче, болгаркой длетел и ему яйца отрезал. А ты где такие истории рассказывали? В армии у тебя? На стройке. То есть я подобрал круглый предмет примерно того же диаметра, что есть. Болгарка, и сейчас с помощью него получу рисунок, по которому буду рязать. Ну давай, тренди, как космические корабли, браз, едят просторы Большого театра. Давай. Что-то вам рассказать, не спрашивай. Что-нибудь научное он проедет про болгарку и картон. Басню крылов, болгарка и картон. Мне лучше скажи, как дырку сделать. Я это когда буду сделать. Дырочку. Жнецовик. Дырочку. Рождецами или ножницами? Я это делал всего раз в жизни. На даче? Нет, здесь. Когда видел болгарку. Ну ты в интернете вообще этот опыт видел? Ой, не помню. Мне говорил друг. Друг, который потом стал черным сантехником? Из Средней Азии. Нет, тоже физик. Ты мне скажи, это болгарка будет по маслу или по салу? Это что значит? Ну, просто мне интересно, на что будет. Она одинаково будет резать сало с маслом, но она же не может дерево резать. А, ты правильно? Ой, если даже бумагой люди режут себе пальцы, да? Ой, напомни, у меня все пальцы изрезаны. Не, ну бумагой даже можно порезаться, правильно? Ну, у меня пальцы начали снова кровоточить. А кордон, если он все, передать ему вращение хорошее, мне кажется, должен порезать. Мы сначала дерево попробуем, а потом металл. Сначала пластик. Пластик. Ну что? Что? Опыт. Опыт провалился. Картон тонкий, а на картон толстый. Да, сейчас мы его поменяем. Кого поменяем? Картонку. Производителя опыта? Ой, горел он, запахло. Трудами запахло. Трудами, да. А где тут этот трудовик с носом картошкой, немножечко сомбре? Носчик под шофе. Да, и который матерится, когда... А иногда молотком по голове стучит школьникам, чтобы лучше доходило. Пальцы. Так, где у него тучку здесь? То есть, пойдем за картоном? На картонный склад. Идем за картоном. Куда-то в подземелье куда-то. Underground бан. К этим гнинде-черепашкам. У них остались коробки из-под пиццы. Underground бан. Попробуем из разных сортов картона сделать. Пшеницы? Ну ты покажи, что чуть-чуть-то, Ваня, все равно прорезал. Да, как мы видели. Я думал, что гораздо все будет неинтереснее и проще. А уже, видишь, уже какая-то интрижка у видео появляется, да? Не, ну так-то я криворукий, но... Ой, даже сам себе дивлюсь. Так, как так, получается. Идеальный круг. Идеальный шторм. Ты, нет, ты, не сбрасывайся. Ваня, все-таки даже не сами. Да, ну так удобнее, что-то, не занято. Солк прорежешь. Не знаю, да. А ты что не по технике безопасности делаешь? Без маски, без печаток. И с включенным, это... Ну, с картоном-то можно? Ну. Все, на стройке ни разу... По балде не прилетало? Да, Казач, за стройку сегодня. Уже раз за три за стройку рассказал. Че, включаешь? Да. И давай мы все-таки сделаем. Вот так, как я делал. Перелку. 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 У вас тут несчастные случаи были? На стройке. На стройке. Пока нет. Ну, были. Вообще-то, как... Но не у нас. Но не для видео, да? Собственно, у оператора, который снимает. Ну, все. Давай. Давай, Ваня. Ого! Красавелло! Так, а где кусочек-то? Вот он. Ага. Показываю. Ну, вот что. Методом температуры плавления. Тихо-тихо-тихо, сейчас наведется. Ага. Ну, из-за температуры, да? Ну, давай, на меняй на толще. Че, давай, вот. Чем? Зачем еще-то? Так, ну, потолще, наведешь, увеличивай. Иди, скорее, не это. Не порти. Вот, смотрите, ребят, толщина. Давай, меняй, меняй. Толщина, ребят, смотрите. Вот это. Идем на утолщение заготовки. Так, а что потом трубу оцинкованную какую-нибудь, двадцатку, давай? Да. Тебе же как раз надо идти. Повыше. 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 Стой, стой, стой. Стой, стой. Нужно было сразу, где вот здесь пилить просто и все. Да я же пробовал, она прыгает. Ну, инженер ПТБ бы за это по голове не погладил. Не, ну, смотри, единственный минус, что этот диск быстро растачивается. Сразу куда-то в хозмагазин нужно ехать. Так, ну смотри, какая поверхность хорошая, полированная. Да, сразу уже это, кузбос лаком покрашенная. Так, ну что, давай из импортного картофеля. И потолще уже возьмем. Так, а по сути это можно, по сути это можно с этим деревяшку, поставил туда деревянную. Все. А, диск деревянный? Ну, конечно, а что? А, ну, как-то пожар будет. А, ну, душка какой-нибудь бывает. Ну. Вот, ребята, если вы окажетесь на необитаемом острове, болгаркой, и вдруг рядом будет розетка, ну, не знаю, болгарка на этом, на бензине, то можно это огонь так добывать. Так, это у нас импортный картон, да? Да, она лежит. Иньянг. Кстати, вот китайский, так же европейский. Да, 100K. А, немецкий? Да. Германия. Германия. Что там написано, Михаил? Что там написано? Визер. Интерактиве инсталляционен. Инсталляционен. Гитер болен. Ну-ка, не пугай. А ну-ка, не пугай. Давай, Мальчик, еще диск надо, доперевать. А зачем два этих делаешь? Ну, посмотрим, может, круче будет. Если один отлетит, второй наверняка. Ну, вообще, по идее, чем больше эта площадь, тем сильнее перед будет. Теперь мне объясните научную ценность этого опыта. Да, кстати, вот. Так побаловаться, чтобы людей болгарку сейчас... Ну, тупо поржать, что ли, или что? Ну, как, смотри. Мы изучаем то, насколько, оказывается, сильна сила тренера. С помощью силы трения не только перед картонным деревом, еще и... Еще и женщин пилят. Сплавливают вместе два бруска железных. Ну, т.е. если их очень сильно друг от друга терять, быстро, да, то есть такие станки, именно за счет трения является тепло до такой степени, что вот эти два конца бруска начинают подплавливаться. И они друг другу... Скорее, склипают. Двойной, да, ребята, смотрите. Дабл. Да, дабл пенитрэйшн. То есть мы соединили две этих... Ну, два картона взяли. Ну, вместе. Сейчас даже, смотришь, сейчас даже, мято сравнив, что, ну, в этом пилили мы одинарным картоном, сейчас двойным. Двойным немецким картоном. У них же там двойные стандарты. Уже больше, нет? Ничего не больше, просто толще. А глубиннее-то, не глубиннее, нифига. Почему? Ну, давай еще, еще, еще больше. Вопрос, почему не загорается? Почему не загорается? Горит же. Давай проверим пластмассу и проверим алюминий. У тебя есть на вкладе алюминий с пластмассой? Пошли, посмотрим. Ой, я понял. Знаешь, с чем мы можем снять здесь? Мы можем вторую серию зеленого фроника снять здесь. Я думал, что мы можем здесь снять шестой клип в руку поющие бомжи. Ребята, мы нарезали четыре диска. У нас получается, свечка у нас пойдет на этот. Наконец, на запас, да? Она в любом случае ее разрежет, просто мы хотим узнать, будет пожар в этом здании или нет. Под деревом мы проверили. У нас сейчас присутствует алюминиевая трубка, оцинкованный профиль и пластиковая трубка. Давай, пластиковая трубка. Какой диаметр? Десяток. Мне кажется, что я думаю, тряня здесь небольшое. Ну, посмотрим. Подальше отодвигай, чтобы вот так. Давай, давай. О! Ребята, пластик сделан. Как по маслу. Сделано. Как по маслу. То есть получается, что... Не верил, да? Да, я не верил. То есть полипропиленовые трубы, которые там... Да. Все немецкий картон. Что сильнее, немецкий картон или китайский пластик? Так, ну дальше, что я предлагаю дальше? Давай алюминий. Ну, это что-то из работы фантастики. Да, не важно. Я думаю, что возьмет... Все, погоняй, погоняй. Вот это? Да, для полировки, ребята. Для полировки алюминия подойдет. Не трясти ты, я приблизил. Она просто нагрелась. Ну что, диск? Ой, фу, столько пыли. Все у меня на кофте встала. Говорят, у парикмахеров, когда умирают они, они в этот, как он называется, у них в легких все в волосах. Это еще? Да. Так у нас тоже вот сейчас будет. А тебе кто этот, черный сантехник, настройки расчет? Нет, это черный. Из диска, который? Да. Это черный парикмахер. Тоже настройки. Ну и диск, вот что превратился, ребята. В какое фуфло превратился диск? Интернет не берет. Ну что? Пластик и свечку режут, металл не режут. Ну и что? Все, коллеги. Наверху итоги подведем. Давай сейчас уберем сиденье. Привет. Здорово. Кстати, что, не доциклась на зацаху? Шутки не стареют. Бороды отрежь, давай курнем. Что, у нас новый скелет? Скелет по имени Костик. Вот этот? Нет, другой скелет по имени Костик. А где он? Вот этот. Ну конечно этот, но других нет. Это пластик? Это Фаиль, ребята. Вот после того, как он. Фаиль? Точно, что Фаиль. Это чтобы не расслаблялся. Он пообещал после 50 тысяч лайков сделать магнитронную пушку. Ему стало стыдно, он ее собирал дома один. И вот что с ним стало, ребята. Это очень серьезно, Ваня. Когда, все-таки, когда ребята до сих пор спрашивают? Не все поняли, что мы будем ее летом делать? Еще раз скажу. Придется в трех видео повторять это. Нет, он. Слушай, ну что еще там новенького? А мы по скелетам решили прикольнуться. Так что у нас еще один новый скелет. Динозавр? Тиранозавр. Рекс. Слушай, а что у вас картошка, что показывает? Время? Время. Ну-ка, расскажи, вот это уже интереснее. Вытащи сюда, пожалуйста. Картошка уже. Она проросшая или нет? Она проросшая. Но это не важно на самом деле. Она проросла, потому что она у нас день на и ночь напашет. А я знаю почему. Почему? А расскажи. А потому что я смотрел в американское телевидение, и там говорили, что больше всего у лимона электричество выделяется. А в общем, почему есть картошка? Как это связано с тем, что картошка работает? Ну, у них там разные эти полюса какие-то. Ну, рассказывай про картошку. А что тут Ваня, и можно сразу стрелки снять. Он же ученый, пусть рассказывает. Возникает, то есть там в основном жидкость, вода, картошки. Причем она с салями. А любая слюна вода – это электролит. Салями – это колбаса, Ваня. Соли, минералы, разные вещества такие. Крахмалы. Ионы там есть, да. И вот здесь два металла, которые по активности отличаются от медицинка. Если их поместить в электролит, начинает идти ток. Это так называемый «гальванный эффект». А почему здесь ток? Именно благодаря этому эффекту открыли электричество. Да? В «гальване». Когда он препарировал лягушку, она у него была пубита. с цинковыми гвоздями. А инструмент был медный. И вот эта лапка начала двигаться. То есть мышцы начали сокращаться. И сперва думали, что ток – это то, с помощью чего можно людей возвращать к жизни. Ну, раз они двигают, значит, они поживают. Ну, потом… Да, кто такой вот тут я сделал? В «гальване». «Гальванный эффект». А что такое легкое? Там же картошки нет, смотри. А, я думал, вот вы придумали две картошки за 690 рублей. Нет, там картошки. Ветро картошки 60 рублей стоит, а не две картошки за 690. Там хитрые микросхемы. Супримированная картошка. Ты ее кладешь… Супримированная, наверное, растает на воде. А если, подожди, если не в картошку, а если в лимоны выключить? Можно и в лимоны, и в помидоры можно. Вариантов очень много. Хоть лимон, хоть яблоко, хоть томаты. Там еще стаканчики идут. Можно солевой раствор налить. Томаты просто и так. Можно виски с колой делать. Можно виски с колой. Еще и с энергетиком. Короче, можно просто экспериментировать, да? Да. У нас здесь много интересного. Есть вообще, ну, вон, наши сувенирные продукты, Кружки новые. Четыре новых кружки. Смотри. Тут магнит находится. Смотри, как он сыпется. Ежик. Вдоль линии магнитного поля. А часы сколько такие стоят? Такие часы стоят тысячи четыреста. У нас есть группа ВКонтакте нашего музея. И там теперь есть альбом с нашим ассортиментом в магазине. Можно посмотреть и цены, и все, что есть в наличии, и задать вопросы непосредственно мне. Ссылка на группу, ребята, в описании. На сайт, на группу в описании. Ваня, давай подведем итоги. Почему у нас все-таки что-то отрезалось, что-то не отрезалось. Гордоном. Ну, как я и говорил, я думаю, вся вишенка, да, вот, весь изюм, он в степени типопроводности материала. Вот дерево, пластика, они очень плохо проводят. А металл хорошо. Поэтому, когда мы картонным диском пытаемся отпилить дерево или пластик, тепло остается в этой точке. Именно в этой точке, да? Да, в этой точке, да. И происходит нагревание, за счет которого именно дерево, видите, подгорает, пластик подплавляется. Ну, а с металлом... Тепло все сразу восходит по всему металлу, да? Да, да. Оно очень хорошо отводит тепло, и поэтому не происходит. Все понятно, ребята. Самое главное, ребята, если вам еще нет 18, то болгаркой не балует. Приходите лучше в Ньютон Парк. Либо разрешение у инженера по ТБ спросите. Гарина. Да, у нас, кстати, не только магазин для тех, кто смотрит это видео впервые. У нас еще и музей. У нас с тобой все было? Музей науки Ньютон Парк. Смотри, ребята. Как смешно. Лай. Только за эту шутку лай. У тебя. Вот за это точно можно лайк поставить. Не, вот так-то больно. Мы с Михалычем записались в Марвел. Заключили контракт. Я человек-жебеныш. Михалыч, человек-цапля какой-то. Ну все, ребята, давайте. Всем пока, до встречи. Все ссылки на Ньютон Парк в описании. Покидывай. Откидывай, откидывай. Все, ребята. Всем пока.